В Бирске впервые пройдет фестиваль «Каша» из топора. Какие лечебные растения выращивают в Бирском районе? В Бирск ворвался оранжевый десант. Кому в гости приехал кот Пончик? Завершен ремонт участка дороги в сторону Михаила Никольского микрорайона. Начнем выпуск с коротких новостей. Остановить работу передвижных зоопарков в Башкирии поручил глава региона. Один из таких зверинцев Ради Хабиров заметил во время поездки в Уфе. По его словам, животные содержатся в тяжелых условиях. В цивилизованных странах такого уже нет, когда огромный медведь сидит в клетке три на три квадрата, подчеркнул глава Башкирии. В то же время он предложил построить в Уфе современный зоопарк. В то же время в Башкирии вступил в силу закон об ответственном отношении к животным. Теперь организации, которые занимаются отловом бездомных животных, обязаны снимать все на камеру. Работники не имеют права использовать травмоопасные средства и заниматься отловом при детях. Также закон говорит, что отловленных животных, не проявляющих агрессии, после стерилизации будут возвращать на прежние места их обитания. Потерявшихся возвращать владельцам или искать новых. Бирский филиал БашГУ получил 9 дополнительных бюджетных мест. Это коснулось трех направлений очной формы обучения – химия, биология и социальная работа. Всего в этом году в филиале Башкирского государственного университета 126 бюджетных мест. Напомним, прием документов для абитуриентов, поступающим по результатам ЕГЭ, продлится до 18 августа. Умникум приглашает бирян стать участниками конкурса «Народный дизайн». Каждый может представить на конкурс свое изделие – мебель, предметы интерьера, быта. Выполнить работы можно в разных техниках. Оставляйте заявку в группе ВКонтакте до 13 сентября. Народные дизайнеры получат дипломы участника, а победителя – грамоты. Подробности в группе ВКонтакте «Центра Умникум». В Бирске впервые пройдет фестиваль «Каша из топора». Он запланирован на 16 октября. Также в этот день состоится историческая реконструкция «Река времени», а бирские мастера организуют ремесленный рынок. Обновленные площадки в Билибее и Ишимбае также станут местами проведения крупных ежегодных мероприятий. Например, в Билибее пройдет литературный фестиваль «Поющие родники», а в Ишимбае – фестиваль креативных индустрий. А теперь перейдем к основным новостям. Не только Бирск приводят в порядок, но и район. Участок дороги в сторону Михалоникольского микрорайона отремонтировали и официально открыли 13 августа. Подробности в первом сюжете. Михалоникольский микрорайон активно растет. У жителей была одна проблема – отсутствие дороги. Они обращались в разные инстанции, собирали подписи, писали главе Башкирии. Но только в этом году дорогу начали ремонтировать. Участок небольшой, около километра. Но жители рады и этому. Мы бы хотели дальше, чтобы это все продолжилось, конечно. Чтоб наши дети не ползали в грязи и без обуви домой не приходили. За четыре года всяко были. Жители микрорайона надеются, что в следующем году вновь увидят этих рабочих, которые достроят дорогу. Уж очень хороший подрядчик был. Помогали и сотрудники администрации. Из федерального бюджета выделены деньги и построили нам вот такую дорогу. Это очень большой праздник для нашего микрорайона. Из республиканского бюджета на дорогу выделили более трех миллионов рублей. Ремонт делали с 27 июля по 13 августа. Дорожное покрытие хорошее, говорят специалисты. Толщина насыпи 27,5 сантиметров. Это первый отсыпанный проезд в данном микрорайоне. Выбор именно данного участка отсыпки осуществлялся совместно с жителями. Дорогу построила компания «Стройэколог». Специалисты впервые работали в нашем городе и хорошо зарекомендовали себя. Вместо оговоренных в контракте 713 метров дороги компания сделала 785. Лето – время собирать лекарственные растения. Все ли вы знаете об их лекарственных свойствах, например, полыни? А какие еще лечебные растения выращиваются в Бирском районе? Куда их отправляют? Об этом прямо сейчас. Город Бирск знаменит не только своими пейзажами, но и лечебными травами. Например, полынь – это действенный помощник в профилактике и лечении кашля. Достаточно заварить ее в бане и подышать лечебным воздухом. Мало кто знает, что недалеко от Бирска есть агростанция, на которой обрабатывают все лечебные растения. И в дальнейшем мы покупаем их в аптеках. Травяные сборы снова набирают популярность. Полынь лечит кашель, листья березы, печень и почки. Черноплодная рябина нормализует давление. Каждое растение обладает уникальными свойствами, но они могут быть утеряны при неправильном сборе и заготовке трав. В селе Угузево работает специальная агроферма. Здесь собирают и перерабатывают целебные травы. Стараемся так в масштабе собирать, чтобы не испортилось. Помаленько. Душица, доник, листья березовые. Бывают и сами засеют, бывают и дикие. Но в основном сами засеют. На Угузевской агроферме выращивают полынь, душицу, черную и красную рябину, шиповник и другие растения. После сбора урожай сушат в специальных помещениях. В печах поддерживают оптимальную температуру. После такой бани растения фасуют и отправляют на производственное предприятие, откуда фитосборы поедут в магазины и аптеки. Крупная партия ушла на днях. Сейчас на агроферме сушат листья березы и душицу. Через две недели начнут собирать черноплодную рябину и шиповник. На станции работает всего 7 человек. Но они уже заготовили более 15 тонн разнотравья. В Бирск ворвался оранжевый десант. Брондированные машины с шарами и флагами Уфанет прокатились по городу и заехали в один из дворов, где прошел праздник. Подробности далее. Музыка, флаги, шары. В Бирск приехал оранжевый десант. Зарядив город энергией, он остановился во дворе дома по улице Пролетарской. Его жители первыми присоединились к Уфанету и уже пользуются услугами компании, телевидением и интернетом. Отметить это событие приехал кот Пончик. Здесь у нас происходит наш праздник двора. Вот мы решили немного познакомиться с жителями этого дома и близлежащих. Рассказать вообще, что мы здесь делаем, познакомить их с нашей культурой. Создать людям праздничное оранжевое фонетовское настроение. Во дворе развернулся большой детский праздник. Буквально за 10 минут ребятишки из ближайших домов подтянулись на звуки музыки. Двор был усыпан малышами с оранжевыми шариками. Пальки больше. Палька больше и кучка. Нравится то, что хорошее качество интернета и телевидение. Жители Бирска еще увидят на улицах города оранжевый десант во главе с котом Пончиком. Он будет приезжать к жителям, чтобы подарить праздник и хорошее настроение. За перемещением Пончика следите в новостях на телеканале ЮТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok